Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой недели. Думаю, что в какой-то мере вы уже могли ознакомиться с содержанием экономического календаря и знаете уже наперед то, что на этой неделе центровым событием и, соответственно, наиболее интересным валютным активом должна стать европейская валюта, поскольку в этот четверг состоится заседание ЕЦБ, интересный пересмотр параметров денежно-кредитной политики и, конечно же, анонс тех изменений, которые могут произойти с действующей программой количественного смягчения. То, что и Европейский Центральный Банк подумывает, ну, точнее, лучше сказать, участники рынка считают, что Европейский Центральный Банк подумывает о нормализации денежно-кредитной политики, это уже тема не такая уж и новая, скажем, и новая для всего трейдерского сообщества, поскольку ее обсуждают последние две недели. Но конкретных сигналов со стороны ЕЦБ пока что не поступало. Поэтому на этой неделе участники рынка будут иметь возможность послушать, что по этому поводу думают драги, которые возглавляет Европейский регулятор. И, собственно, очень много вопросов будет задано, разумеется, на пресс-конференции, которая также состоится после выхода процентных отставов. Мы, безусловно, будем следить за этим событием, поговорим о нем, как сегодня, так, собственно, и завтра, и вплоть до четверга в пятницу уже будем подводить итоги. Ну, я надеюсь, друзья, то, что вы не забываете про тот фундамент, с которым мы подошли, собственно, к этому заседанию. Вы не забываете о том, как Европейский Центральный Банк некоторое время назад четко давал понять то, что рынок несколько заблуждается с такой четкой верой, что ЕЦБ где-то дал намек на возможность сворачивания программ на количественное смягчение, либо повышение процентной остатки. Беусловно, прежде чем перейти к заседанию Европейского Центрального Банка, нам нужно накопить новую, актуальную статистику. И вот сегодня, я думаю, то, что важнейшим событием дня будут данные по индексу потребительских цен, инфляции, то есть в рамках всей еврозоны. Этот отчет будет публикован в 12.00 по московскому времени. Мы посмотрим, как и за общим значением инфляции, так и с базовым, тоже поработаем индексом, поскольку он, разумеется, не учитывает волатильные показатели цен на энергоносители и на продукты питания. И, может быть, вот этот отчет будет определяющим и позволяющим нам спрогнозировать предстающую риторику Европейского Центрального Банка. Если, друзья, сегодня мы увидим снижение индекса потребительских цен, что станет подтверждением того, что инфляция продолжает отходить от цели в 2%, по-прежнему остается крайне низкой, этот отчет можно будет использовать в качестве главного сдерживающего фактора, такого новостного обстоятельного фона, из-за которого риторика Европейского Центрального Банка будет в большей степени мягкой, нежели жесткой. Поэтому и текущее значение, если посмотрим на пару евро-доллар, которая снова предприняла попытку протестировать 1.15, это как раз уровни очень важные, психологические, для дальнейшего поведения и дальнейшей ценовой динамики евро. И учитывая то, что мы на этих уровнях находимся с учетом такого серьезного новостного фона, я думаю, что эта неделя может стать определяющей для дальнейшей динамики. И для нас, разумеется, это последняя неделя, когда мы можем все-таки давить на прежний фундамент и надеяться, что этот фундамент будет логичным образом отыгран европейской валютой через снижение. Ну ладно, по евро мы еще также поговорим, коснемся и этих событий. Давайте сначала поговорим, что у нас на рынке нефти. Клосса, пятичные сессии, все недели 48.99, сейчас актив торгуется на отметке 49.06. Прошлая неделя была довольно интересной для всего рынка нефти, хотя в последние недели у нас, в принципе, всегда так, ведь нефти активно ходит и тестирует то минимальные значения, то демонстрирует откат, опять же, к полтиннику, что, собственно, и произошло по бренду в рамках вчерашней, точнее, прошлой недели. Фундамент был противоречивым, точнее, я думаю, что для долгосрочных трейдеров он, безусловно, понятен, остается неизменным, это тащить актив все ниже и ниже, с периодическими откатами и вот прострелами наверх. Но, в целом, разбирая каждый день прошлой недели, мы с вами уже говорили о самых настоящих таких новостных качелях и реакции трейдеров, то есть в понедельник у нас нефть просела, в октябре выросла, в среду снова просела, в четверг выросла. И здесь для оптимистов, которые нашли в рамках прошлой недели позитивные для себя моменты и считают то, что нефть будет расти дальше, стоит отметить только лишь предпосылки, опять же, связанные с тем, что ОПЕК попробует всеми возможными силами надавить на регионы, не участвующие в сделке, такие как Ливия и Нигерия, чтобы они присоединились к этому соглашению. Ну, может быть, действительно, это позитивный момент. Позитивный момент, он был бы таковым, если бы Ливия и Нигерия присоединились к этой сделке и ограничили бы производство, потому что с начала 2017 года два этих государства подняли добычу примерно на 700 тысяч баррелей, а в сутки и планах еще, скажем, нарастить производство в большем ключе. По поводу Нигерии, друзья, вы помните, я на прошлой неделе уже делал акцент, что это государство воспротивилось тому, чтобы участвовать в сделке по ограничению производства. Точнее, мы детально обсуждали этот новостной фон и отметили то, что Нигерия готова присоединиться к этому соглашению, только после того, когда выйдет на показатели по добыче в 1,9 миллиона. После этого производство будет заморожено, скажем, на этой планке. Сейчас они делать этого не будут, потому что так получилось, что за долгие месяцы реально у них есть возможность использовать производственные мощности и поднимать планку, наверстывать добычу к показателям, которые мы наблюдали несколько лет назад, которые по причине активных боестрахновений, военного конфликта очень сильно пострадали показателям. Сейчас они действительно стараются увеличить добычу, вернуть хотя бы в какой-то мере к тем показателям, которые наблюдались ранее. На текущий момент добывается примерно 1,6 миллиона баррелей, а в сутки цель 1,9, то есть есть куда расти. И я думаю, что Нигерию, даже исходя из этих гуманитарных соображений, может быть, не будут очень сильно трепать в плане того, что необходимо обязательно присоединяться к общему пакту. И, соответственно, друзья, если вы поставили на позитив вероятность того, что эти регионы присоединятся к сделке, вам нужно еще раз подумать, действительно ли все так и безоблачно в этом ключе. Другой фактор – это снижение запасов нефти и запаса бензина за прошлую неделю. Это позитивный, безусловно, момент, но не забывайте, про какие мы сейчас периоды годовые говорим. Это обычное, это нормальное явление для лета, и не нужно искать какой-то серьезный позитив. То есть наступит осень, и статистика уже будет совершенно другой. Еще один фактор – это противоречивый, прямо уже так и называют, доклад международного агентства по поводу спроса и предложения. В частности, мы в пятницу говорили уже в этот доклад, трейдеры, которые пытались подкупить нефть, поставили на то, что по сообщениям международного агентства спрос будет расти. Но при этом забыли, опять же, оценить статистику по предложению, которая явно указывает на то, что предложение будет расти параллельно. И я думаю, даже для превосходящего этапа, учитывая то, что за прошлый месяц производство нефти в рамках всей мировой экономики увеличилось на 700, даже 50 тысяч. Если говорить отдельно ОПЕК, то там производство выросло на 380 тысяч и уже превышает 32,5. Уровень исполнения договоренности агентство также оценивает, и этот показатель – 78%. То есть, на мой взгляд, ОПЕК от реализации вот в таком процентном эквиваленте соглашения самостоятельно собственными силами рубит вот эти малейшие посылки для эффективности этой сделки. И то, что мы без того знали, что сделка неэффективна, это уже очевидный факт. Я думаю, даже для покупателей это не, скажем, какой-то новостной парадокс, и они также не сомневаются в том, что эта сделка не привела к нужному результату и к тому, на что рассчитывал ОПЕК. Потому что добыча других регионов продолжила расти. В Штатах она выросла на 600 тысяч. Вот в Ливии и Нигерии, мы уже с вами сказали, на сопоставимую цифру. В Бразилии, в Канаде еще 400 тысяч. Фактически, рост производства в других регионах полностью нейтрализовал, нивелировал вот эти вот усилия. Единственное, друзья, еще раз напоминаю, что может сейчас развернуть, в прямом смысле, котировки нефти – это дополнительное ограничение производства примерно на 300-400 тысяч баррелей до конца этого года. То есть, до 2,2 довести общий показатель нужно. И еще примерно на полмиллиона в 2018 году. Потому что иначе рост предложения будет опережать спрос. И ребалансировка, если и будет идти, то крайне медленными и незначительными темпами. Штаты у нас по-прежнему остаются центровым регионом для того, чтобы топить котировки нефти. Бейкер-Хьюз, отчет прошлой недели, снова прирост по количеству нефтиных терминалов. По 763 мы увеличили количество, число этих буровых, да, 765, то есть плюс 2 штуки. Не имеет значения, насколько они выросли. Они выросли. Вот формируем уже новый тренд из нескольких недель подряд. И еще один момент, на который обязательно стоит обратить внимание. Это почему трейдеры не обратили внимание на снижение запасов нефти США на прошлой неделе. Потому что рост добычи резко увеличился на 58 тысяч. За две недели объемы производства нефти, за две недели, друзья, вдумайтесь, выросли на 150 тысяч баррелей в сутки. И тут невольно мы можем вспомнить про прогноз энергетической компании Rai Street Energy. Мы обращали на него внимание еще в феврале. То, что объем добычи нефти от США достигнет 10 миллионов. С такими показателями, конечно же, достигнет. Плюс ко всему из событий важных. Сегодня администрация энергетической информации опубликует уже статистику по росту сланцевого бурения по планам, прогнозам на перспективу ближайших месяцев. И я не сомневаюсь, друзья, что завтра мы с вами поговорим про то, что прогнозы будут пересмотрены в сторону улучшения, точнее в сторону роста добычи. И я надеюсь, что по котировкам нефти текущее значение 49, ну пусть даже мы протестируем 50 на радость их ожидания. Но это все равно будет лишь ложный тест, который будет соответствовать конве нормального тренда. Когда он разворачивается, развивается, набирает силу, то есть актив снижается, и периодически возникают вот эти вот откаты наверх. Потому что без откатного движения на рынке коротца встречается очень редко, особенно в длительных интервалах времени. В общем, по нефти. Я надеюсь, что вы сохраняете короткую позицию, хотя можете разделять и другое мнение, другое видение. Моя задача снабжать вас информацией, и напоминать вам то, что сейчас явное позиционирование идет в сторону продаж. Потому что нефти как соревнованный инструмент очень трудно бороться и противиться, сопротивляться классике жанра. Это спрос и предложение, которые мы с вами разбираем посредством этих отчетов. Рубль 59,06. Поскольку нефть снова восстановилась, рубль тоже у нас получил такой фактор здравления для собственной ценовой позиции. Думаю, что не будем останавливаться на рубле. Понятно, что здесь корреляция уже больше 75%, снова даже может быть больше 80%. Хотите понять, что будет с рублем дальше? Сначала определитесь, что будет с нелью. Но здесь такой латентный, скрытый намек на то, что уже понятно, что будет с курсом российского валютного актива против доллара и евро. Американец против японца. 112,60. В целом, да, пятичная торговая сессия, оказалась негативной для доллара, потому что трейдеры в том блоке макроэкономических отчетов, который был опубликован, увидели больше негативов. Мы сейчас поговорим про эти отчеты. Но в целом, котировки по этому тандему активов держатся в районе 113. Это нормальное значение сейчас. Не то, что мы далеко ушли от того, где были неделю-две недели назад, мы практически не ушли. Это позитивный момент. Ведь могли провалиться, скажем, в столице или даже еще меньше. Но пока держимся. А значит, сохраняем бодрое расположение духа и надежду на то, что американец все-таки получит хоть от какого-то отчета поддержку. А теперь по релизам. Роничные продажи в прошлом месяце снизились на 0,5%, с прошлого спада на минус 0,1%. Но роничные продажи, на мой взгляд, в меньшей степени повлияли на американца на прошлой неделе, потому что еще был отчет по инфляции. А вот здесь нужно остановиться подробнее, потому что общее значение индекса потребительских цен снизилось с 1,9% до 1,6%. Признаю, низкое значение. Но разбирая косрочную динамику в месячном выражении, у нас нулевой рост с прошлого спада. И еще более важный индекс – это базовое значение инфляции, которое не учитывает влатильные цены на нефть. Так вот, этот показатель вырос на 0,1%, указывая на то, что Джанет Геллен была абсолютно права, когда отметила, что ситуация на рынке труда, снижение приложений, низкие показатели увольнения будут стимулировать работодателей, повышать заработные платы, это подстенет потребительскую активность и будет оставаться таким основным бустом для экономического расширения до конца этого года. То есть это сразу акцент с моей стороны на слова Джанет Геллен о том, что слабость в первом квартале была исключительно временной, то, что инфляция снижается, да, и ФРС следит за показателем инфляции. Но ФРС не скорректировал ожидания по достижению цели в 2% в перспективе ближайшего года, потому что верит, что здоровая потребительская активность будет и дальше стимулировать рост оценок. И, судя по базовой значению инфляции, мне абсолютно правы. И Джанет Геллен права, скажем, единолично, поскольку именно она озвучила эту позицию. В пятницу у нас еще было выступление Каплана и Эванса. В целом они лишь отметили, ну, Каплана снова говорил про перспективу процентной ставки и ожидания по инфляции. Повторил слова Джанет Геллен. То есть я не буду сейчас снова акцентировать на этом внимание. Эванса говорил больше про сокращение баланса Центрального банка. И, по его мнению, может быть, есть какая-то информация такая, может быть, и он будет впоследствии в ближайшем месяце лоббировать эту идею. Сокращать баланс начнут уже в сентябре. И напоминаю то, что сокращение баланса, друзья, это еще одно проявление жесткой монетарной политики. Еще один фактор роста доходности американских бумаг и потенциальный фактор роста доллара. Вы про это ни в коем случае не забывайте. И хочу, с вашего позволения, напомнить вам то, что у нас на прошлой неделе, помимо статистики, была возможность еще послушать Джанет Геллен в формате ее двухдневного выступления в Конгрессе. И, опять же, не будем сейчас снова разбирать все, что она говорила. Я лишь напоминаю то, что Джанет Геллен подчеркнула готовность американской экономики к тому, чтобы столкнуться с дальнейшим организацией денежных политиков, то есть с ростом процентных ставок. Она говорила про рынок труда, про позитивность, собственно, этого сектора, про сохранение прогресса, мы об этом также знаем. И то, что последующее решение о росте ставок будет зависеть от опубликуемых макроэкономических данных. Но никто не сомневается, представители ФРС, то, что в ближайшие месяцы, ну, до конца этого года мы точно выйдем хотя бы на еще одно повышение процентной ставки. Потому что даже если статистика будет ухудшаться в динамике последних месяцев, в таком не самом радужном тренде, она все равно будет находиться на уровне гораздо лучше, чем год назад. А значит, американская экономика будет иметь возможность, чтобы продолжать двигаться по пути более жесткой монетарной политики. Поэтому по доллару японской иене здесь приходится ждать, друзья, считать, собственно, дни, следить за поведением доллара. И еще раз аргументированно, озвучивая позицию, почему американцы должны расти, верить в то, что он покажет рост в ближайшее время. Евро против доллара. В целом мы уже проговорили. В целом я хочу отметить то, что на прошлой неделе в пятницу был опубликован еще обзор Reuters по поводу того, что может произойти с политикой Европейского центрального банка. Так вот, считается то, что по опросу аналитиков многих, то, что ИЦБ сейчас не отважится корректировать денежную политику. И в самом лучшем случае это уберет из всем известной практики и формулировок, которые используются на протяжении последнего года, предложение о том, что ИЦБ готов проявлять большую, скажем, агрессию в плане задействия новых экономических стимулов, если картина будет ухудшаться. Но вот о том, чтобы выйти из программы количественного смягчения, либо на повышение процентной ставки, сейчас пока речи и быть не может. Это как раз то, с чего я начал сегодняшний блифинг. Думаю, что эта неделя будет очень плохой для европейской валюты. Хотелось бы сегодня увидеть низкие значения по инфляции в рамках Еврозоны 12.00, напоминаю, и готовиться уже к четвергу и еще большему ослабли. Потому что лично я не сомневаюсь, что драги в этот раз коснется не просто волатильных показателей цен на нефть и влияние на инфляцию, но еще и отметить то, что дорогая валюта и рост евро за последние месяцы также угрожает стабильности и росту инцепотребительских нацеп. Фонд против доллара, друзья, вот здесь тоже у нас разочарование недельное, потому что британец не просто преодолел сопротивление 1.30, он фактически в пятницу показал двухфигурные движения. И сейчас находится на отметке 1.31. Но если в рамках ряда других активов я, скажем, готов признать то, что вот с тем же самым канадцем я говорил, то что для меня является уровнем своеобразной катапульты, когда я уже просто плюну на канадца и боксну, как хотят, собственно, спекулянты тащить его дальше, так пусть и тащат. У меня был уровень 1.27, сейчас, кстати, USDK торгуется на отметке 1.2656. Но вот в отношении фунта у меня просто рука не дрогнется в плане того, чтобы выйти из коротких позиций. Почему фунт вырос на прошлой неделе? Потому что на рынке появилось сообщение о том, что Англия готова признать долги перед Европейским Союзом, долги как откупные, как говорят, за бракоразводный процесс, эти откупные обязательства налогового и дискального характера, которые Англии нужно исполнить. И Англия, это даже не слухи, это уже факт того, что Англия оплатит эти 100 миллиардов, о которых раньше говорилось. Для меня было очень странно услышать такую позицию. Но, наверное, если говорить про спокойствие для рынка, может быть, английскому правительству удалось сейчас снять вот эту назревающую широкомасштабную конфликту. Но если касаться прежней позиции Терезы Мэй, премьер-министр Англия, она вроде бы как железобетон отстаивала позицию, что не пойдет на таком наглом поводу у Европейского Союза. И ни о каких 100 миллиардах речи быть не может. То есть это обязательства, которые погашаться не будут. Если Еврокруппа будет настаивать на этом, то Терезы Мэй вообще хотела выйти из этого переговорческого процесса, потому что изначально будет ясно, что Европейский Союз очень сильно давит, ущемляя интересы граждан Англии. Сейчас, судя по всему, она дала заднюю. Не знаю, насколько это скажется на дальнейших переговорах по Брезиту, но важно, друзья, то, что на этой неделе эти самые официальные переговоры стартуют. И насколько бы не был вот этот позитивный фон, с которым мы подходим, по факту того, что они готовы исполнить эти обязательства, я уверен, не обойдется без подводных камней, на которые нужно ориентироваться уже сейчас. Плюс ко всему, у нас завтра данные по инфляции в Англии. Это основной, фундаментальный, такой подрывной фактор, который может спроцировать резкое ослабление британцев. Потому что инфляция, несомненно, будет расти. В прошлый раз у нас показатель был 2,9%. Вы представляете, если мы сейчас перевалим за 3% в годовом поражении, то есть на сколько раз уже будет превосходить динамику роста заработных плат. Ну, расти на таком фундаменте будет вообще парадокс. Я даже не хочу допускать альтернативность этого сценария. Ставлю на то, что завтра после факта у матчета по инфляции фунт тоже наступится и показать нисходящую динамику. Также хочу отметить еще австралийца, который отреагировал сначала на данные по торговому балансу Китая. На прошлой неделе, сегодня, на азиатской сессии у нас был целый блок статистики по промышленному производству, воронежные продажи. Мы в ВВП тоже Китай. Статистика оказалась в лучшем ожидании. Ну, действительно, статистика очень хорошая. В ВВП в годовом выражении 6,9%. Промышленное производство увеличилось на 7,6%. А воронежные продажи достигли 11% в плане роста. ФИЧ также на прошлой неделе подтвердил рейтинг Китая. Улучшил даже прогноз, потому что вы делите матроэкономические отчеты. Есть под посылки, вы видите более интересные показатели в будущих периодах. Но это только разовое проявление. Мы знаем, что статистика по Китаю особо нас не балует. То есть периодически бывают хорошие данные. Потом, спустя, скажем, месяц-два, мы снова говорим о настоящем тренде исключительной слабости. И да и по Китаю у нас уже сложилось представление по первому полугодию 2017 года, то, что завершение 2017 года будет таким же слабым, как, собственно, и начало. Если австралиец растет исключительно на статистике по Китаю, то напрасно это делает, поскольку разочарование будет еще более серьезным. Сейчас котировки по австралийству против доллара 0,7809. Для этого дует активов в латильности обычно не свойственно. И движение довольно-таки скромное. Но мы сейчас находимся на максимальных уровнях с 2016 года по этой валютной паре. И если вы посмотрите еще на то, что происходит с ценами на железную руду и уголь, вы увидите там начало зарождения, ну, разворота. Эти сырьевые активы являются определяющими для австралийца. Возможно, рост австралийца последней недели был связан с восходящей динамикой этих сырьевых инструментов. Ну, точнее, невозможно, процентов на 50 точно. Поэтому, если все будет реализовано в плане негатива, как я отметил, то есть разворот по ценам на сырье и еще и потенциальный рост доллара, то текущее значение будет просто локальными хаями, которые только можно было достигнуть с учетом такой моментальной поддержки. 0,7809. Сейчас котировки по австралийцу. По Новозеландску тоже мы подрастаем. 0,7329. Я еще даже делаю большую ставку на большую акклиматизацию доллара, который все-таки еще раз переосмыслив отчеты прошлой недели, и уж тем более позапрошлой риторикой Джанет Хеллен, соберется силами и покажет восходящее движение, которое будет чревато для рисковых инструментов еще большими потерями. Друзья, ну, вроде бы все разобрали. По основным инструментам, то, что золото у нас подрастает сейчас, это следствие слабого доллара, но, опять же, сейчас котировки по золоту 1230 долларов. Мы видим, что золото весьма волатильный, очень быстро может просесть, если доллар покажет растущий динамик. Американский фондовый рынок оказался выше 2450 пунктов. Подожди, я вам говорил, что как только мы с вами проберемся через это сопротивление, то есть в очередной раз коснемся исторического максимума, будем думать, как торговать американской фондовой секцией дальше. Я думаю, то, что довольно удачное начало очередного сезона квартальных отчетов может быть на такой же оптимистичной ноте и завершено спустя месяца. Поэтому 2356 пунктов, которые мы наблюдаем сейчас, очень быстро могут быть превращены в 2500 и, соответственно, новый исторический хай. Я предлагаю рискнуть и, несмотря на разговор о самом настоящем пузыре, который смирирован в рамках американской фондовой секции, поставить на то, что этот актив будет двигаться дальше. Из важных отчетов сегодня еще раз обращаю ваше внимание, то, что в 12.00 спустя, по сути, два часа мы ждем данные по инфляции по еврозоне. Об этом показатели уже поговорили еще больше. Я постараюсь обратить ваше внимание на него завтра в ходе нашего членового брифинга, который состоится, как и всегда, в 9.30 по московскому времени. На этом, собственно, все, друзья. Хорошей вам торговой сессии и такой же хорошей недели. Всего доброго. До свидания.